Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, как же государственные криптовалюты могут раздавить биткоин. С вами канал Простокрипта и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Мирное существование частных криптовалют и цифровых валют Центрального банка или же CBDC невозможно. В процессе регулирования крипторынка власти будут вытеснять биткоин и другие независимые монеты. Сегодня больше половины рынка криптовалют приходится на биткоин. Однако регулирование криптоиндустрии, по его мнению, приведет к смене лидеров. Интерес будет смещен к государственным криптовалютам или же CBDC. И, вероятно, такие монеты, как биткоин, запретят использовать как средство платежа в крупнейших экономиках мира. А значит, и интерес к ним будет минимальным. Итак, что же такое эти CBDC? Цифровая валюта Центрального банка или же CBDC – это новая форма общедоступной электронной валюты, выпущенной Центральным банком. Она доступна в различных формах, включая розничную или оптовую торговлю, а также на основе учетных записей или токенов. И содержит цифровую книгу, которая может использовать такие технологии, как блокчейн. Это аналог обычной денежной единицы, которая используется в государстве как фиатные деньги и служит законным способом платежа, но в электронном виде. И хранится на электронном кошельке. Электронный кошелек для цифровой валюты не отличается от обычного мобильного приложения банка и технологии Apple Pay или же Google Pay. Поэтому для человека в плане использования валюты ничего вообще не изменится. И через электронный кошелек в несколько кликов или сканом пальца можно будет производить оплату, переводы, проверять баланс, инвестировать в государственные ценные бумаги и так далее. И также при правильной имплементации CBDC больше не нужно будет собирать документы, чтобы доказать источник происхождения средств. 87 стран, которые представляют более чем 90% мирового ВВП, в настоящее время изучают влияние цифровых валют центральных банков или же CBDC. К примеру, в Китае цифровой юань имеет более чем 260 миллионов пользователей и более чем 13 миллиардов долларов транзакция. Ожидается, что в 2024 году по меньшей мере половина населения мира будет использовать цифровые кошельки для транзакций. А это более чем 9 триллионов долларов ежегодно. Также CBDC будет способствовать более эффективным, дешевым и трансграничным платежам 24 на 7 365 дней в году в индустрии финансовых услуг. Так о чем мы? Ах да, частные криптовалюты подрывают стабильность государства. Поэтому не в интересах властей поддерживать любые попытки ввести ту или иную форму новых денежных единиц. Как форма инвестиций криптовалюты не предоставляют угрозы, а лишь являются дополнительным спекулятивным инструментом. Однако власти не могут допустить, чтобы государство зависело от частного цифрового актива и технологий, без которых он не может существовать. Ну и конечно же у биткоина нет физической формы. Нельзя прийти и снять деньги с криптосчета. Нужны технические средства для осуществления расчета. Если их по каким-то причинам не станет, то финансовая система, в которой биткоин это главный инструмент, не сможет работать. Поэтому власти не могут допустить глубокой интеграции таких частных криптовалют в свою экономику. Ну и таким образом регулирование крипторынка, которое поможет регуляторам расставить приоритеты, не заставит себя ждать. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. Не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск. Таким образом мы с вами будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто это просто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok